Декабрь, время подводить итоги. Этот год стал непростым для каждого из нас, и поэтому наш телеканал в канун Нового года решил запустить серию репортажей о персонах, которые в период пандемии ни на день не прекращали работать, выполняли свой долг и спасали людей. Неудивительно, что первыми героями сюжета стали сотрудники управления МЧС России по Тверской области. Они каждый день, рискуя своей жизнью, приходят на помощь всем, кто в этом нуждается. Несмотря на сложности, которые привнес в наши жизни коронавирус. Наталья Чекет продолжит. Василий Тихомиров продолжает династию спасателей. Его отец прослужил в пожарной охране 33 года, а за плечами Василия почти 20 лет, которые он посвятил спасению жизни людей. Недавно он был назначен на ответственную должность. Теперь Василий начальник первого спасательного отряда МЧС России по Тверской области. Отряд объединяет в себе подразделения, которые обеспечивают защиту населения не только Твери, но и других районов области. В первую очередь я несу ответственность за личный состав, который принимает непосредственно участие в тушении пожара. Наиболее такой волнительный момент добиться обеспечения безопасности, в том числе и личного состава. Пандемия коронавируса привнесла изменения даже в работу спасателей. Использование средств индивидуальной защиты, проведение дезинфекции техники и помещений. Все это стало неотъемлемым атрибутом в работе сотрудников МЧС. Сейчас огнеборцы постоянно проводят обработку мест массового пребывания людей. Безусловно, этот год стал испытанием для пожарной охраны. В том плане, что мы не можем оставить без защиты людей. Приходилось применять повышенные меры безопасности, в том числе и при непосредственной работе на пожарах. Подводя итоги, Василий Тихомиров вспоминает, что в этом году самым крупным пожаром стало возгорание пластиковой продукции на одном из предприятий Твери. Спасателям в этот день необходимо было отстоять соседние предприятия и объекты инфраструктуры, чтобы пламя не перешло на них. Мы столкнулись с, можно сказать, уникальным пожаром для Тверской области на данный момент. Было много сложностей с обеспечением водой для цели пожаротушения, но мы с поставленной задачей справились. А заместитель специализированной пожарно-спасательной части управления МЧС России по Тверской области Андрей Мейстер работает уже 9 лет. И рассказывает, что иногда приходится спасать не только жизни людей, но и животных. Спасали собаку на льду. Очевидцы вызвали, когда лед еще не до конца встал, собака залезла на лед и пришлось ее вытаскивать. Ну и второй момент, это вот в ноябре прошлого года, уже после ликвидации пожара, проводили обход здания и нашли кота. Он задыхался, вот вывели его на свежий воздух, привели меры реанимации и кот выжил. Отвага и профессионализм, поддержка каждому, кто нуждается в помощи. В этом и видят свое призвание сотрудники ведомства. Быть спасателем не профессия, а призвание. К сожалению, наши товарищи погибают и не только в России, и в других странах, оказывая помощь людям. Но я считаю, это, возможно, самая наивысшая точка человеческого отношения, чтобы спасти чужую жизнь, отдав свою. Высокий результат работы управления МЧС России по Тверской области связан с профессионализмом людей, которые приходят на помощь всем, кто попал в беду. И спасатели надеются, что в следующем году будет меньше происшествий и чрезвычайных ситуаций, а больше радостных и запоминающихся событий. В числе следующих героев, о которых расскажет наш телеканал, будут врачи, волонтеры и учителя. Анонсы интервью читайте на информационном портале Панорама.Про.